Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А в красный угол ринга Приглашается боец из России Девушки отдыхают 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 Дмитрий Сапонотли! Ради Виктор Корнеев! Дмитрий Сапонотли! Третий поединок в противостоянии сборной Испании и сборной Самбо-70. Это уже из-за категории 93 кг. Томас Нусанг против Дмитрия Заболотного. Я вам представляю свой гостя на этот поединок. Ринат Лавишев, генеральный директор Центра образования Самбо-70. Ринат Александрович, вот наконец-то добралось до Самбо-70, до смешанных едино-лаборств в полном объеме. Ваша заслуга? Ну, отчасти моя. Это не заслуга, это забота. Добрый вечер. Я хотел всем сказать нашим телезрителям. Я очень волнуюсь сегодня. И для меня очень важно, потому что огромное количество выпускников, большое количество занимающихся этим видом спорта. И когда речь идет о дальнейшей карьере, о дальнейшем судьбе, заработке, которые... После спорта вы имеете в виду? А что? После спорта? После спорта, да. И вообще, в перспективе гармония какая-то, продолжение этого зала. Даже неудобно как-то перед ребятами получается. Конечно, приятно, что выиграют, но... Ну, уж больно быстро. Ну, давайте смотреть, как бы что-то. Ну, и, собственно... Но, с другой стороны, пробки оправдывают себя. Вот так долго собирались, так долго ждали. И, наконец-то, значит, все так складывается, в общем-то, достаточно удачно. Но, тем не менее, я скажу, это сильнейшие борцы в Испании. Испания общепризнанная бойцовская страна такая, по этим видам. Я был на Канарских островах, кстати, там есть специально построенный фок, где национальный вид, вот этих канарских, являются похожие, подобные турниры по смешанным видам. Я хочу сказать, вот, откровенно, абсолютно для телезрителей, основная моя задача дать ребятам возможность заработать самим себе. Они сами зарабатывают свою зарплату, сами зарабатывают не только себе, но и семье. И это впражнение. Мы с завистью всегда смотрели на теннис, футбол, хоккей, бокс профессиональный. И оказывались всегда, знаете, в таком... В положении золушки. Да, положение золушки. И вот такие люди, как Олег Токтаров, как Федор Емельяненко, они проложили дорожку определенного благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова